Привет, друзья! А это мой друг Александр Полилов, профессор. Ну, вы, наверное, помните, мы с ним тогда затевали разговоры интересные, потому что это же в Академии наук России, там институт машиноведения, и там он много чего делает. Ну, технар, технар, но поэт, но поэт. Вот мне Саша Асунцов из Калининграда, который рукопашный бой, Федерация боевых искусств, я Саше говорю, видишь, мне Саша тоже из Калининграда подарил, а Саша тут не выдержал и сразу свой орден мне показывает. Ну, это я для юмора говорю, вы же понимаете. Ну, здесь написано у него, оказывается, во, министерство, удостоверение. Оно внутри что написано? А он у тебя тут почетный работник. Сейчас, 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 сейчас. Наша школа человек больше, хомофутурис, должна знать своих почетных участников. Да, Саша тогда читал стихотворение «Бревно, оно и есть бревно, смотри, как катится оно, да?» И там дальше, 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 но сейчас мы поговорим о другом. Так, а здесь написано. По Лилову, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации. И кто там подписал? За министра. За министра. Чего за министра? Образование. Образование. И науки. Да, и науки. Смотри, самое главное, это ладно, вот какая красота. А, вот какая красота. Ну-ка, покажем, какая красота. Что меня удивляет, что умеют делать такие тонкие вещи. Умеют, да. Ты представляешь себе, там на ободке, на маленьком, как левша, написана вот эта фраза, работник, почетный. Да, там написано. А там буквы, которые не видно даже, а они наклеены, эти буковки. Да ты что, смотри, как сделали. Вот тут тоненький-тоненький ободочек есть вот на нем. Да. Его не видно, вот вокруг синего его не видно. Ты смотри, как сделали. На нем есть почетный работник. Почему говорим о молодежи? Молодежи. Дело в том, что я же там приводил, приходил на конференции. Что за конференции были? Ну, у нас конференция по проблемам ученоведения молодых ученых и студентов. Да, и молодых ученых. С международным участием. И Саша меня туда все время приглашал, и я там им показывал. По 300 человек у нас участников. Очень большая конференция. А помнишь, я им показывал хрёст, лыжника, синхрогимнастику. Синхрогимнастику, да, студенты все учились, как снимать стресс. Да, как видеомоторные рефлексы делать. Да. Я даже Лермонтова тебе приводил. Да, Юрий этого. Да. Правда, как он делал. Ну, потомок Лермонтова я приводил знакомых. Он там сидел в зале, тоже смотрел. И когда там визитками профессора обмениваются, я его привел. Он там сидит, и ему кто-то профессор тоже визитку дает. А Лермонтов поворачивается и говорит свою фамилию. Лермонтов. Лермонтов. Лермонтов, да. Ну, были дела, были. Почему про молодежь вспомнили? Видите, как интересно. А сейчас тема очень интересная. Я же на прошлом ролике говорил, что я изучаю гениев. Изучаю, как они изобретают. Изучаю спортсменов, как они рекорды олимпийские делают и всякие другие. И как люди изобретают стихи. И создают какие-то произведения. Что у них, как мозг работает. А Сашу я изучаю. Мой друг, он понимает, что я и с юмором говорю. Естественно. Но вот сегодня мы с Сашей о чем говорили? Я говорю, слушай, ты когда стихи пишешь? Вот я говорю, заметил, когда я, если высплюсь хорошо, у меня потом после сна энергия, видимо, появляется, и она идет на произведение. А когда я недоспавший, у меня весь мозг, видимо, занят набором энергии. То есть нету вот этого ритма гармонизирующего. Я спрашивал, Сашу, ты когда вот стихи? Утром пишешь, когда проснулся? Или в течение дня можешь написать? Когда у тебя появляется вот это? Да, но я всегда говорю, что я их не пишу. Они как-то сами приходят. Я только успел их записать. Я их записываю. Ну, там потом приходится немножко поправить, там, если уж что-то не вяжет. Ну, первая фраза, вот этот ритм, он как-то с неба приходит. Помнишь, я даже у меня был сегодня, решил прекратить тебя записывать рифмы, пришедшие с неба. Ну, снова стучат, откуда ты мог, какие-то ритмы, ладони об стол, головой обкосят. То есть вот это вот чувство, что ты вот в каком-то... То есть это не от хорошей жизни, это ритм. Нет, ну, это понятно. Это не от хорошей жизни. А вот что-то тебя так вот мучает, и вот ты входит в состояние ритма. И что ты, так сказать, какие-то слова... Нет, ну, вот ты можешь обратить, пожалуйста, внимание, когда ты хорошо выспался, и когда ты не выспался. Мне кажется, вот по моей идее, вы как думаете, друзья, и сами у себя понаблюдайте, это очень интересно. Я, когда высплюсь, у меня идёт такой вот ритмос-лог, так сказать, мне хочется что-то такое вот, чуть ли не песню петь. А вот когда я не выспался, у меня, видимо, вся энергия уходит на восстановление. И там нет вот этого гармонизирующего начала, когда уже продуцировать что-то, создавать что-то. А всё идёт на восстановление. А у тебя вот ты, если не выспался, и выспался... Ну, вот сто процентов точно могу сказать, что я даже до, так сказать, консультации с тобой, я своим молодежи говорил, вот мы что-то обсуждаем, ничего не получается, ничего не понятно, и мне само не понятно. И вдруг я говорю, слушайте, было утреннее озарение, вот так я его назову, и всё стало понятно. Ну, там, по статье какой-нибудь, вот так надо написать, или вот так надо сделать. То есть утреннее озарение с точностью. То есть что-то происходит в мозгу, и когда мозг отдохнёт, он вдруг утром... А, ну вот, вот, я сказал слово отдохнуть, ключевое слово. И всё, и всё, и, о, Господи, я даже звоню и пишу там письмо. Вот, я тебя, когда ты пришёл, я тебя спросил, Сашур, скажи, пожалуйста, ты последние дни стихи пишешь, а ты мне сказал, что-то я последние дни... В последние годы я уже... Не очень пишу, сказал, да. Как-то это меня уже... А я говорю, послушай, а может, ты не досыпаешь, а ты можешь мне пообещать, что ты два-три дня будешь высыпаться и понаблюдаешь за собой, у тебя по утрам появляется вот это вот песнопение в душе или нет? Ритм осложения, ведь это же некий ритм, ритм, который появляется, где нанизываются потом слова, как бусинки. Да, ритм точно появляется. Ты можешь вот сейчас всем пообещать, что ты два-три дня выспишься, как следует, а то ты там со студентами. Саша очень большой учёный, и на его плечах очень много ответственности в Институте машиноведения. Я, кстати говоря, работал там, в Институте машиноведения, ведущим научным сотрудником. Да, и Петухов наш друг там, Сергей Валентинович. Мы ему пошлём ролик, чтобы привет ему передать. А я же работал там в Институте лаборатории биомеханики у Петухова. Так вот, дело в том, что Петухов, помимо того, что он биомеханикой занимался, он ещё и математик, профессор, он ещё изобрёл... Биоинформатикой. Он изобрёл генетическую музыку, и, мало того, он настоял на том, что уже и в Австрии, и ещё где-то, и ещё где-то международные концерты по генетической музыке. Да, там другой строй, другие ноты как бы. Не как в нашей октаве, там, в Дуре-Мифо-Свере, а там какие-то между ними какие-то бифоначчи, как это называется. Ну, там, бифоначчи, да. Ну, правда, я его и уже, ну, Серёжа, ты меня прости, я... Ну, слушать его невозможно. Да, да, ну, мы шутим, мы шутим, но вы послушайте. Ну, он говорит, что просто композиторы, они как бы исчерпали себя, они чувствуют, что им не хватает пространства. И перейти в новый лад, в новый... А, он хочет, да. Ну, они же сделаны международные, международные концерты. Ну, там, математика, все эти матрицы, агаманы все. Да, вы можете в интернете посмотреть. Сложно. Генетическая музыка, Петухов, Сергей Валентинович. Да, Серёжа, ещё раз, ещё раз, мы тебя ждём в гости. Давно тебя не видели. Вот видите, как интересно. Технарии, технарии, поэты и музыканты. А он сейчас занимался созданием этим летом большой конференции советско-китайской по искусственному интеллекту. Я тебя пришла приглашать. Да, я видел приглашения по искусственному интеллекту. Сотни докладов там, в общем, так серьёзно. Я тоже занимаюсь искусственным интеллектом. Но у них больше с математической точки зрения. Я как раз изучаю, как изобретение в мозгу рожается. И сейчас ищу коллектив такой, которому вот до зари нужно, чтобы, значит, они какому-то сроку выдали продукт. Ну, конструкторское бюро. Я в своё время в Тольятти, много лет назад, в управлении главного конструктора проводил занятия, три занятия. После чего они сказали, как это им помогает в работе. Вот и я ищу сейчас коллектив такой. Ну, мы потом когда-то что-то ещё расскажем. Ну, во-первых, ты нам всем пообещал, что два-то дня хорошо выспишься, да? Да. И сообщу тебе. И сообщишь. Да, вот, друзья, до встречи. Так что Парилов, мой друг, прошу любить и жаловать. Смотрите наши старые ролики, где он там и стихи читает, и мы говорим о том, как он и со студентами. Ну, кроме всего прочего, со студентами работает. Да, слушай, Афролов Николай Васильевич, мой друг, который академик, который был директором этого института. Подожди одну секунду, я вам фотографию покажу. Это я ему написал, да, стихотворение. Константин Великолепный, князь Васильевич Фролов, хор зафлапов формалепных, блеск сияющих полов, особняк, ромен царизма для актрисок крепостных и извечная харизма христианства и буддизма всех религий мировых. Про Фролова я написал. Такой он был харизматичный человек. Это был удивительный человек, Фролов. Константин Великолепный. Константин Васильевич вице-президентом был Академии наук. Он был удивительный человек. А когда шаттл наш, шаттл... Ну, челнок, да, наш. Челнок наш. Буран, Буран назывался. Хотели запустить. Видите, он герой Советского Союза. Кроме всего прочего. Потому что ему тайно дали геройскую звезду. Ну, закрытый. По закрытой теме. Генерал-полковник. Никогда я не видел его со звездой. Мы всегда так общались. Он не носил, да. Мы с ним общались. Он у меня в центр приезжал. Мы там все чай пили. Так хорошо было. Знаешь, как было здорово? Однажды я его пригласил на конференцию свою. Он когда приехал, и он мне сказал такую интересную вещь. Мы все собрались на него поглядеть. На знаменитого Фролова. И Фролов говорит, ну как дела? Нормально. И он говорит, а мы, ученые, задаем будущему вопрос. Что нас ждет в будущем? И мы не слышим ответа. Вот такой был мужик. Ну, самое интересное, Саша к нему как-то пришел и говорит в кабинет. Константин Васильевич. Тут у нас, говорит, сейчас конференция собирается. У нас там потолок течет. Вот. И такой возбужденный, возбужденный. Константин Васильевич говорит, ну-ка сядь. И Саша сядь. Он ему говорит, а ты не бери в голову. И тогда лучше придумаешь, как поступить. Вот такой был Константин Васильевич. А я был вот, я был в ту ночь, на следующее утро, когда я его не встал. А я сидел у его постели. Я ему сказал, сейчас я сделаю так, чтобы у вас боли прошли. А он был после химизации. Его в Германии передозировали. Он сам мне сказал, меня передозировали. Я ему сказал, смотрите в точку, считайте до пяти, и сейчас станет так легко, спокойно, и в голове будет пусто. А он мне говорит, а у меня в голове всегда пусто. Но такой был Евморист, но такой был великий человек, простой, необыкновенный. Он всегда в памяти моего сердца. Так что, видишь, как Сашу я вижу, мы вспоминаем нашу молодость, которая у нас и сейчас в душах. И поэтому, как только Саша выспится, он нам прочитает... Удивительно, Хосе Магомедович, удивительно, что мы с тобой потом вспомнили, что ты лечил, помогал моему учителю, не зная друг друга, мы не знали друг друга. А ты имеешь в виду Роботнова? Роботнова. Что вы, отец русской механики и советской механики? ты тоже работал. Да, Великий Кашелор. Я ему иголки вставил и потом я ему вечером читал стихи Мандельштамма. Меня Самсон Бройман научил. Сестры нежные, сестры тяжесть и нежность, Одинаковы ваши приметы, Медуницы и осы, Тяжелую розу сосут, И человек умирает, И песок остывает нагретый, И вчерашнее солнце На черных носилках несут. Ах, тяжелые розы И нежные сети, Легче камень поднять, Чем имя твое повторить. У меня осталась Одна лишь забота на свете, Золотая забота, Как бы времени бремя избыть, Словно темную воду Я пью помутившийся воздух, Время вспахано плугом, И роза землею была, Медленном водовороте, Роза тяжесть и нежность, Двойные венки заплела. Ну, я ему это стихотворение, И он тоже возбудился, И тоже стал мне читать стихи. На следующий день я приехал, А его супруга уважаемая, Она мне говорит, я вас очень прошу, Вы ему стихов больше не читайте. Что случилось? У него он заснуть не мог, У него давление поднялось. Он включился, Ему так стало. Ну, вот такие люди, да? Работнов, Отец русской, Советской механики. Да, вот такие. Один из, да. Так что, вот, давайте, друзья, Будем ждать от нашего Профессора Полилова Стихотворение, Потому что метод мы уже знаем, Надо просто два дня Как нормально выспаться, А не мучить себя Постоянными лекциями, Работой и так далее. До встречи, друзья. Ждем стихотворения, Саша. Постанавливайся. Продолжение следует...